Группный план. 90-летие в 2021 году, да, будет «АвиТЭК» отмечать. В общем, поводов таких приятных много. Хотелось бы вспомнить то, о чём вы говорили в конце 2017 года. Одной из ваших ключевых задач на должности руководителя – это будет создание объединённого, мощного, сильного предприятия. Как я уже сказал, Вятского машиностроительного предприятия «АвиТЭК» и Кировского машиностроительного предприятия. Объединение продолжается. На какой стадии сейчас, Александр Владимирович, находится это всё? Я хотел бы несколько слов сказать из предыстории. 1 октября 1931 года предприятие было создано в городе Москве. И в 1941 году, в октябре, во время эвакуации, эвакуировано в город Киров, где и находится по настоящее время. Кировское машиностроительное предприятие было построено и введено в строй в 2016 году. В 2018 году, ну, как вы правильно сказали, в декабре 2017 года было принято решение принципиально в концерне «Алмаз-Антей», куда входят оба предприятия, было принято принципиальное решение об объединении этих двух предприятий. Потому что после открытия Кировское машиностроительное предприятие начало подготовку производства и вплотную столкнулось с тем, что все процессы, которые планировалось начинать на «АвиТЭКе», должны были заканчиваться на Кировском машиностроительном предприятии. Это было запланировано при строительстве завода, так как те технологические процессы, которые имелись на «АвиТЭКе», на Кировском машиностроительном предприятии, они не строились. Естественно, их нет смысла было дублировать, потому что предполагалось, что начало всех производств начнется на «АвиТЭКе». Таким образом, это, получается, два предприятия, которые замкнуты единым технологическим циклом. Начинается цикл на «АвиТЭКе», где существует литейное производство, существует гальваника, существует термический цех. То есть, основа основ, да? Да, основа основ, да. Существует кузница, горячая штамповка, холодная штамповка. Это заготовительное производство, которое является основой любого машиностроительного процесса. И таким образом «АвиТЭК» начинает процесс, а затем уже по номенклатуре продукции распределяется. «АвиТЭК» выпускает часть своей продукции, а Кировское машиностроительное предприятие выпускает свою номенклатуру продукции. Таким образом, расширяется весь ассортимент производимой продукции. И, естественно, любому специалисту становится понятно, что тем самым предприятие становится более устойчивым. Потому что, когда падает спрос или государственный заказ на один вид изделий, сохраняются заказы на другой вид изделий. Таким образом, предприятие устойчиво может планировать свои производственные задания, и их выполнять, и развиваться. При объединении двух предприятий, конечно, сразу же ликвидируются те проблемы, которые существуют при функционировании двух юридических лиц. Сейчас у нас получается так, чтобы поставить заготовки «АвиТЭКа» на КМП, нужно оформить договор, как между двумя юрлицами. Документально. Да, документально. Нужно этот договор финансово подкрепить платежами, и авансами, и расчётами. Нужно выписывать все накладные, как при передаче продукции. В общем-то, весь абсолютно документ-оборот, как между двумя посторонними предприятиями. Как будто они находятся на разных концах страны, например. Все равно, что это в другом городе, в Нижнем Новгороде, в Ижевске, или в другом любом городе. И то, что мы находимся за забором, одним забором, который сейчас ещё разделяют два предприятия, в общем-то, это создаёт свои проблемы. На сегодняшний день я могу сообщить нашим уважаемым радиослушателям, что решение правительства Российской Федерации состоялось в июле этого года. Решение концерна, юридическое решение концерна, состоялось в августе 2020 года. Сейчас идёт процедура юридического оформления на каждом предприятии документов для объединения. Объединение будет происходить путём присоединения КМП к АВИТЭКу. Когда решался этот вопрос, возможно, было три варианта. Присоединить АВИТЭК к КМП, присоединить КМП к АВИТЭКу, или объединить два юрлица в отдельное новое юрлицо. То есть с нуля. Да, все эти варианты были рассмотрены, и, естественно, тут сыграла очень большую роль история АВИТЭКа. Завод, которому в этом году 89 лет, с такой, в общем-то, героической историей, он должен был быть сохранён. И я хочу сказать слова благодарности... Три ордена всё-таки в наличии. Да, директору концерна «Алмаз-Антей» Яну Валентиновичу Новику, который сказал, что три ордена на знамени завода, три ордена в истории, о них забывать нельзя. И они из истории не должны исчезнуть. Поэтому, несмотря на то, что флагманом будущего такого развития цифровой экономики и новых технологических процессов является всё-таки новый завод, решено было присоединить новый завод к АВИТЭКу и оставить АВИТЭК как единый завод. Тем более, что все работники АВИТЭКа и жители Кирова, наверное, знают, что Кировское машиностроительное предприятие построено на территории АВИТЭКа, которое было выделено отдельно. И даже часть корпусов реконструирована, это корпуса АВИТЭКа. И таким образом, в общем-то, возвращаются эти промышленные корпуса, возвращаются опять в АВИТЭК. И я думаю, что в январе, ну, в феврале месяца у нас в Кирове будет существовать завод АВИТЭК, который объединит полностью весь комплекс двух предприятий. То есть объединённое предприятие будет работать под названием «Вятское машиностроительное предприятие АВИТЭК», уже без КМП. Да, совершенно правильно. КМП, Кировское машиностроительное предприятие, свою функцию выполнило. И теперь коллектив КМП, уже давно мы считаем, что у нас один коллектив, у нас единое сейчас руководство, у нас единое управление на уровне главных специалистов, специалистов управления отделов. Сейчас эти уже процессы прошли. Нам останется юридически оформить перевод работников КМП на АВИТЭК. Весь коллектив, в общем, он вольётся, да? Да, он вливается в коллектив АВИТЭК, при этом сохраняются для работников все социальные блага, которые есть на КМП, к ним присоединяются все блага социальные, которые есть на АВИТЭКе, и никакого ухудшения положения не предвидится. Я хотел бы заверить об этом и собственных работников заводов, заверить в том, что никакого ухудшения положения не будет. Потому что эти вопросы, они имеют право на существование, они всех волнуют, потому что все понимают, что при объединении или какой-то реорганизации всегда существуют проблемы. Я думаю, в данном случае мы этого избежим, и у нас объединение произойдёт очень корректно, очень плавно, и мы будем иметь один большой, очень мощный завод, и в плане количества работников, около 6 тысяч будет, и в плане производственных мощностей. У нас очень большие задачи. Завод обеспечен государственными контрактами до 1927 года, экспортными контрактами обеспечен на 3 года вперёд. Мы смотрим очень так уверенно в будущее, и от нас зависит, как мы будем это будущее реализовывать. Я напоминаю, что мы беседуем с Александром Ивановым, генеральным директором пока ещё двух предприятий, авиатского машиностроительного предприятия, АВИТЭК и Кировского машиностроительного предприятия. Давайте сейчас поговорим о текущей ситуации. Год непростой, пандемия, всевозможные ограничения. Как это повлияло всё на работу предприятий в данный момент? Хотел бы сказать нашим радиослушателям о том, что в конце марта и по 10 числа апреля, как и во всей стране, у нас был двухнедельный карантин. По решению правительства тогда была действительно такая очень сложная ситуация. Я так думаю, что никто не знал, чем это грозит. И были выведены предприятия на карантин. АВИТЭК и КМП также прекратили работу. Две недели находились рабочие на карантине. На заводах присутствовало порядка, там, около ста человек. Это персонал, который обслуживал коммуникации, обслуживал те процессы, которые нельзя остановить. Ну, там, охрана и специалисты, которые поддерживают жизнедеятельность предприятия, любого даже в процессе остановки. Через две недели у нас оказался только один человек, заболевший за две недели карантина. И весь остальной коллектив вышел на работу. И с тех пор мы не прекращали ни на один день производственные процессы. Мы догнали по плану производства, догнали все задачи, которые перед нами стояли. Конечно, две недели сказывалось. Но карантин карантином, а госзаказ надо тот же выполнять, конечно. Госзаказ никто, да, никто не отменял. И даже предупредили, что отмены никакой не будет. И ссылки на то, что были на карантине, да, в общем-то, они не принимаются. Поэтому мы упорно работаем. Сейчас мы в обычном режиме. За это время на заводах, двух заводах, я статистику могу сказать, сейчас у нас заболевших на заводе на сегодняшний день 22 человека. И эта цифра снижается. У нас пик был где-то месяца полтора назад. 53 человека одновременно болело. Сейчас 22. Вчера заболел один человек, и семь человек выписалось. И такая статистика. Ну, в день, получается, не каждый день. Там один-два человека. Причём получается таким образом, что заражение происходит в городе в бытовых условиях. Либо членов семей, либо непонятно где в транспорте, в общественных местах. То есть источника инфекции на самих предприятиях его нет. На самих предприятиях у нас очень жёсткий режим. Все соблюдают масочно-перчаточный режим. Все средства дезинфекции задействованы. Все процедуры, предписанные Роспотребнадзором, выполняются. И нам удаётся избегать распространения инфекции в очень таких плотных коллективах, где работают по 200-250 человек. И мы всё-таки этими мерами сдерживаем распространение, и у нас на заводе распространения нет. Но, конечно, моральные люди устают. И вот соблюдение тех требований, которые есть. Ежедневно у нас есть автоматизированный контроль температуры. В цеха возданы дополнительно термометры электронные бесконтактные, которые в течение дня контролируют температуру у работников. И таким образом нам удаётся, когда появляется кто-либо из заболевших в каком-то подразделении, ну, в цехе, допустим, мы проводим сразу же... Мы имеем в виду признаки ОРЗ, да, у человека? Нет, когда, допустим, человек заболел, и мы получаем информацию, что он уже... А, что тест положительный. Да, тест положительный, он заболел, проходят его, врачи обследуют, и сообщают о том, что человек заболел коронавирусом. Мы немедленно тестируем близкий и средний круг. Были такие случаи, когда нам приходилось тестировать весь цех, порядка 200 человек из-за заболевшего. И вот когда у нас был пик, мы таким образом выявили ещё там 7 человек, которые уже были бессимптомны, но уже были заражены. На следующий день сразу же после этого. И таким образом, изолировав этих семерых, мы прекратили распространение инфекции. Если бы мы не проводили тестирование за счёт средств завода, то, наверное, у нас волна эпидемии была бы больше, потому что очень плотное общение людей в ходе выполнения своих производственных задач. Мы уже сделали около 8 тысяч тестов на заводе, и сейчас мы делаем те же тесты только по необходимости при выявлении окружения работников, которые заболели. В общем, медицинская служба предприятия, она стоит на страже, что называется. Да, ну, у нас и своя служба на страже стоит, и у нас Роспотребнадзор несколько раз уже проверял, потому что у них этого обязанности входит, проверяет, подсказывает, если видят какие-то недоработки или послабления. Но в целом у нас очень такое деловое сотрудничество, и те меры, которые мы принимаем, они действительно видны, и у нас предприятие работает в обычном режиме. Александр Владимирович, хотелось бы ещё затронуть тему модернизации производства. Тоже очень серьёзная работа ведётся в этом направлении. Мы уже говорили, в частности, про металлургический центр, в самом начале нашей беседы. Поясните, в чём заключается суть этого направления работы? Ряд процессов, которые были на АвиТеке, они не запланированы при строительстве Кировского штатистического предприятия, но так как целое предприятие присоединяется к АвиТеку, есть необходимость расширять те производства, которые у нас существуют. И в первую очередь мы по согласованию с концерном очень много усилий направляем на модернизацию литейного производства, как основы всего процесса создания изделий. Сейчас мы полностью модернизировали литейное производство. Это самое современное производство, я думаю, не только в Кировской области, но и в нашей отрасли. И модернизировали мы и строили его таким образом, чтобы выполнять задачи не только завода АвиТек и завода КМП. Строили мы его таким образом, чтобы выполнять задачи и поставлять продукцию другим предприятиям концерна «Алмаз-Антей», которые расположены и в ближайших городах, и расположены по всей стране. И также мы сейчас после этой модернизации мы отмечаем увеличенное количество заказов от других предприятий и военно-промышленного комплекса, и от предприятий, выпускающих гражданскую продукцию. И мы сейчас действительно видим, что мы правильно выбрали направление, вложили очень большие значительные силы и средства и в строительные работы, и в оборудование, которое было закуплено, смонтировано и сейчас запущено в производство. И таким образом на территории АвиТека создано, можно сказать, современнейшее литейное производство. И мы даже называем это не только литейное производство, это металлургический центр, в который есть и литейное производство, и кузнечное производство, и штамповочное производство, и термическое производство. То есть максимально широкий спектр, да? Да, позволяет выполнять практически все задачи, которые стоят перед нашими предприятиями по выпуску разносторонней продукции, которую требуется выпускать. Но кроме этого, хотел бы сказать, что так как АвиТек в самом названии зашифровано... Авиационные технологии. Авиационные технологии конструирования, Несмотря на то, что АвиТек входит в концерн «Алмаз-Антейк», который является и называется концерн воздушно-космической обороны, и в основном специализируется на выпуске специальных изделий зенитной техники, у нас есть большое производство авиационной техники. Исторически так сложилось. Так как мы являемся, в принципе, по выпускаемой продукции, можно сказать, монополистами, и выпускаем катапульные кресла, единственные в стране для всех типов самолётов боевой авиации. Это разнообразные кресла, которые ставятся и на истребители, на штурмовики, бомбардировщики. Мы восстановили производство кресел для Ту-160, производство которого восстановлено на Казанском авиационном заводе. Это наш знаменитый сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160. Мы выпускаем кресла пятого поколения для самолётов Су-57. Они же ставятся на самолёты Су-35. Это кресла уже, можно сказать, нового поколения, интеллектуальные кресла, которые управляются бортовой системой управления и могут катапультировать лётчика даже без его команды. И в ситуациях, когда жизни лётчика что-то угрожает, он не может уже катапультироваться сам, кресло выполнит все функции и спасёт жизнь лётчика. Мы выпускаем также грузоподъёмные механизмы для всей транспортной авиации, для вертолётов, которые тоже мы являемся эксклюзивными производителями. Ну и выпускаем также ряд оборудования для боевой авиации, которые мы тоже производим единственные в стране. Поэтому, исходя из этой задачи, мы как раз модернизировали наш авиационный цех, цех номер 21 на заводе «Витек», который оборудован сейчас по последнему слову техники, производим полную модернизацию цеховых помещений. И теперь мы готовы в любом случае увеличить производство. У нас нет ограничений по мощностям. Мы теперь способны выполнить любое задание большого количества авиастроительных заводов и авиаремонтных заводов в установленные сроки, когда это требуется для нашей армии, для военно-воздушного сил. Процесс модернизации, он еще продолжается? Он не завершен еще? То есть впереди много еще, что нужно сделать? Нет, процесс модернизации и строительство завершен. Сейчас вот во второй половине этого цеха, потому что мы модернизировали все без остановки производства, в достаточно сложных условиях коллектив цеха выдержал и производил продукцию на сжатых, на уменьшенных площадях, в стесненных условиях. Сейчас у них полностью все площади отремонтированы. Идет сборка и расстановка нового оборудования, мебели, стендов, которые требуются, приборов. И к концу месяца у нас цех полностью вернется на свои площади из тех помещений, куда он переезжал временно, пока шел ремонт. Таким образом, мы вот ко дню рождения завода, к 1 октября, полностью откроем авиационный цех, авиационное производство, и можем принимать там специалистов уже с чувством гордости, принимать любых специалистов всех наших заводов авиационных, показывая процесс изготовления, ремонта, сборки всего, что мы производим. У нас есть чем гордиться, и они могут быть уверены по поводу сроков производства и по поводу высочайшего качества нашей продукции. Разрешите обратиться. Хочется спросить, Александр Владимирович, дата все-таки существенная, серьезная, 90-летие. Как идет процесс подготовки? Что делается? Что ремонтируется? Что реконструируется? Что строится заново? На нас накладывает определенные обязательства объединения двух предприятий. Потому что Кировское межсостроительное предприятие – это сверхсовременное предприятие, которое построено по современному проекту. Оборудование там, по последнему слову, техники. И АвиТек хотелось бы приблизить к такому же уровню создания комфортных условий, какие созданы на КМП. Поэтому мы проводим очень много работ, связанных с модернизацией производства и с улучшением и созданием комфортных условий работы для наших работников. Я хотел бы сказать, что все, наверное, в Кирове, может быть, кто был на площади 20-го партсъезда, видели, что мы начали со своей проходной, которую мы отремонтировали 3 года назад. Собственно, это была глубокая такая модернизация. У нас электронная проходная, которая пропускает около 4 тысяч человек за 2 часа утреннюю смену пропускает, без задержек, с полностью идентификацией, с контролем. И мы этой информацией оперируем, особенно отдел кадров оперирует, особенно когда есть, допустим, те же эпидемии. Мы видим, сколько у нас человек в день не выходит на работу, какие меры надо принимать. Но и сама проходная, которая была создана по проекту Андрея Андреевского, она является украшением площади 20-го партсъезда, украшением лицом завода ВИТЭ. Ну, как театр начинается с вешалки, так и завод начинается с проходной. Да, в прошлом году мы замахнулись на проект. У нас есть старое здание, которое рядом с проходной, это историческое здание, одно из зданий завода управления, в котором располагался отдел кадров, находился музей, находился совет ветеранов, профсоюзный комитет и другие подразделения, некоторые другие подразделения. И столовая завода ВИТЭ, которая была построена тоже лет 30 назад, и с оборудованием с тех пор ничего, в общем-то, не менялось. И в преддверии юбилея, который будет в следующем году, мы считаем 90 лет, это такая веха значимая, в преддверии этого юбилея мы решили провести реконструкцию всего здания. Нужно было не отдельно по подразделениям, нужно было делать всё целиком, потому что нужно было делать все коммуникации, все помещения. И таким образом мы начали с крыши, и в этом году практически наполовину реконструкцию провели. Мы построили музей, который открыли 24 июня в день парада на Красной площади в честь исторического парада 45-го года. В 10 часов был парад, в 12 часов на площади Дома правительства был здесь митинг. В 2 часа дня мы провели первую экскурсию и открыли наш музей завода, который абсолютно в новом формате мы готовы представить всем жителям города Кирова. Он сейчас начал функционировать, и мы проводим там плановые экскурсии. Рядом с этим музеем мы построили как раз в связи с тем, что у нас объединяются два завода. У меня возникла проблема с тем, что я не могу собрать всех руководителей подразделений в одном зале. На заводе ВИТЭК был зал, около 100 человек помещалось. На КМП был зал рассчитан на 50 человек. И сейчас мы построили новый конференц-зал, который позволяет проводить конференции, совещания, различные семинары. Можно дистанционно подключаться к различным системам управления. Министерство, концерна, Министерство обороны. Он оборудован всей современной оргтехникой. И этот зал вмещает у нас, он был рассчитан на 200 человек. После того, как мы соблюли все нормы и меры пожарной безопасности, у нас помещается ровно 182 человека. Таким образом, я могу собрать около 150 руководителей всех подразделений двух заводов и провести необходимое совещание для решения различных производственных проблем. Производственных, социальных, бытовых, любых проблем. Это очень здорово, потому что даже когда мы награждаем участников различных соревнований, должны присутствовать, в общем-то, все руководители подразделений, плюс сами участники. У нас даже не было места, где это бы можно было сделать. Сейчас мы эту проблему решили. Через несколько месяцев буквально мы вводим новый отдел кадров, который был в этом здании, также в формате современного подразделения, оборудован всеми видами оргтехники, где будут классы для подготовки, для обучения, повышения квалификации, для сотрудников, где будут и комнаты для собеседования, для приема на работу, и обеспечения кадровой работы огромного предприятия, на котором работают, я повторяю, на двух заводах около 6 тысяч человек. И плюс к этому у нас в этом здании будет профсоюзный комитет, у нас в этом здании будет помещение для совета ветеранов, который работает на заводе. У нас совет ветеранов около 4 тысяч человек насчитывает. Это те люди, которые входят в ветеранскую организацию, кто проработал на заводе свыше 25 лет. Это уже мы так плавно к социальной составляющей перешли. Да, но я еще вернусь к этому. У нас здесь же будет большой такой рабочий выставочный зал для подразделений гражданской продукции. Так как у нас режимное предприятие, мы, к сожалению, не можем привести все делегации, которые к нам приезжают, заводить на территорию предприятия, мы решили сделать такое подразделение, которое будет иметь вход снаружи. Как это было еще раньше, лет 10 назад, вот мы решили это восстановить. И, соответственно, у нас еще футбольный клуб «Факел», у нас там будет помещение, офис футбольного клуба «Факел». Если еще коснуться социальных проектов, я хотел бы сказать, что к 8 мая мы очень вовремя все сделали, и 8 мая мы открыли новый монумент в честь заводчан, которые ушли на фронт в 1941 году и в течение всей Великой Отечественной войны уходили на фронт, и которые не вернулись с фронта. Это монумент, он на территории находится, да? Он находится на территории, он вписан в аллею славы, которая у нас есть, где у нас вечный огонь, и старый комплекс мемориальный. Это очень красивый такой и торжественный монументальная композиция, рабочие руки, которые держат земной шар, и вокруг него восьмигранник из черных гранитных плит, на которых высечено 886 фамилий. Мы это все взяли в музей со всех источников, которые у нас были, и там высечены все фамилии в память о наших защитниках, которые погибли. Я думаю, что заводчане давно ждали именно такого объекта, появления именно такого объекта. Я думаю, что да, это была такая идея, которая витала в воздухе, была высказана, и она воплощена была. И хочу сказать, что мы при праздновании Дня Победы, у нас открыта проходная, естественно, с учетом режимных мероприятий, заранее все по спискам, к нам приходят ветераны, школьники, студенты, рабочие. Вот 8 мая, в прошлом году мы проводили такое мероприятие. В этом году, к сожалению, из-за пандемии, мы этот памятник готовили в очень узком кругу. Тоже в газете мы сообщали, там только руководством, соблюдением социальной дистанции. Но я думаю, что в следующем году мы это сделаем уже, как обычно у нас было, с шествием, с большим количеством ветеранов, со всеми заводчанами. И самое главное, мы это делаем не только для заводчан, мы это делаем для нашей молодежи, для школьников, студентов, для молодых работников завода, для того, чтобы помнить историю и помнить тот подвиг, который был совершен. Александр Владимирович, я предлагаю хотя бы все-таки 2-3 минуты, уже ближе к завершению нашего разговора, посвятить кадровому вопросу. 6 тысяч человек все-таки, но это огромное количество. Что это за люди? Основы кадровой политики, возможно, кто-то вам требуется, уровень зарплат, то, что интересно очень многим. Давайте несколько слов об этом. Конечно, у нас очень большой коллектив и очень большое многообразие профессий. Так как мы имеем законченный цикл, соответственно, мы имеем специалистов, которые начинают изготовление, которые заканчивают, специалисты заканчивают сборкой сложных изделий. И в связи с тем, что мы постоянно развиваемся, в связи с тем, что у нас объёмы заказов растут, нам постоянно требуются специалисты. Мы их пополняем за счёт молодых специалистов, выпускников кировских вузов. Мы совершенствуем имеющиеся кадры, отправляя их на учёбу и в Академию Устинова в Санкт-Петербург, получая второе высшее образование. Получают в университете радиоэлектроники в Рязани, в авиационном институте в Казани, в московских вузах. В Уральском университете у нас буквально на прошлой неделе получила дипломы как раз группа усовершенствования в литейном производстве. Это второе высшее образование именно по литейному производству. Всё это осуществляется, конечно, за счёт средств завода. Завод в этом активно участвует. У нас в 18-й школе есть так называемый космический класс, учащийся которого углублённо изучает физику, математику. У них проходят факультативные занятия. По договорённости с Санкт-Петербургским университетом имени Устинова приезжают преподаватели, проводят тоже занятия. В прошлом году из первого выпуска три человека были зачислены без вступительных экзаменов в Академию в Санкт-Петербург. Мы теперь через три года ждём себя на завод. Начинали мы этот процесс, начиная со школы. В этом году также были выпускники, они поступали, учатся два человека. Я надеюсь, что мы это продолжим. Это то, что касается подготовки кадров. У нас на заводе и в заводской газете, и на проходной, и на электронных табло. Есть перечень всех вакансий, которые нам требуются. Я пользуюсь случаем, приглашаю специалистов обратить на это внимание и посмотреть на те вакансии, которые у нас открыты. Средняя зарплата у нас на заводе выше, чем по региону. В этом году, я думаю, что мы достигнем поставленной цели 50 тысяч рублей. Сейчас она, да, средняя сейчас она составляет, вот на сегодняшний день, около 47-48 тысяч. Я думаю, что к концу года мы выйдем на цифру, которую поставили себе в план. Потому что к концу года у нас премии по результатам года, у нас премия по результатам сдачи вздарственных заказов, по результатам поставок на экспорт, и в целом по финансовому результату года. Поэтому к концу года у нас средняя зарплата приходит к тому уровню, который мы планируем. Я думаю, что и условия труда у нас на заводе постоянно улучшаются. 90-летие мы поставили с задачей отремонтировать все социально-бытовые помещения завода. Все санитарные помещения, все раздевалки, все бытовые помещения полностью. К концу этого года у нас будет по новому формату, по новому стандарту сделаны 40% помещений. К следующему году мы сделаем 100%. Это совершенно такой новый формат. У нас эти помещения не отличаются от лучших образцов, которые мы наблюдаем в аэропортах, где все бесконтактно. Рабочие довольны, они всем этим пользуются. И я думаю, что как раз создание бытовых условий о высокой заработной плате позволяет нам и предъявлять высокие требования кандидатам на работу. У нас нет проблем с этим, но так как у нас постоянно идет расширение, и естественная текучка, когда мы пенсионеров, вот наших отработавших 75 лет, 80 лет, мы уже в возрасте с почетом отправляем на пенсию, вместо них мы набираем молодых людей, которые с удовольствием приходят, остаются на заводе. Слушайте, ну здорово слышать о том, как предприятие живет и развивается, и столько много целей, к чему стоит стремиться. Ну что ж, с профессиональным праздником есть возможность сейчас у вас напрямую обратиться к коллегам и поздравить их. Спасибо. Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить все трудовые коллективы Кировской области, города Кирова и трудовые коллективы отрасли машиностроения с нашим профессиональным праздником, который также будет у нас с 1 октября, Днем машиностроителя. Пожелать всем крепкого здоровья, успехов в труде, уверенно смотреть в завтрашний день, чтобы все планы, которые намечены, сбывались, и все надежды, которые у нас есть, они также сбывались. Всего вам самого лучшего. Ну, а семьям здоровья, безусловно, успехов. Да, вы уже. Естественно, здоровья, здоровья, успехов, материального благосостояния, хороших зарплат. Спасибо. На этом завершаем нашу сегодняшнюю беседу. Александр Иванов, генеральный директор авиатского машиностроительного предприятия «АвиТек» и Кировского машиностроительного предприятия. Всего доброго. До новых встреч. Успехов в работе. До свидания. Спасибо. До свидания.